Уважаемые товарищи, перед началом нашего мероприятия позвольте вручить комсомольские билеты. Комсомольский билет вручается Шевчук Егорова Константиновича. Поддержите, напоминаю. Комсомольский билет вручается Короберову Алексею. Дорогие друзья, уважаемые товарищи земляки-приморцы, когда мы говорим «Октябрь», Ленин, Сталин нам ещет гордиться. Первый раз в мире власти в государстве массовым порядком пришли бедные, бедные и честные. И потому лапотная Россия расцвела. Сегодня последнее время модно ругать основателя нашей Российской Федерации, вождя революции Владимира Ильича Ленина. Это делают и либералы, и демократы, и фашисты, все те, кто ненавидит коммунистическую идею, идею мира, добра, солидарности и справедливости. Но Ленин действительно был гением. Гением, потому что пророки до этого, Мухаммед, Иисус, Будда, они предлагали построить Царство Небесное на небе. А Ленин человек, человек, а не пророк, предложил построить Царство Небесное на земле, где человек человеку брат, а не волк, где хлеба горбушку и тупо полам, где нет вражды между народами, где каждый друг другу брат, где двери открытые, и никто не боится, что его обворуют. Именно гений Ленина позволил нам выжить в голодном Ленинграде, когда друг с другом делили эту пайку хлеба. Гений Ленина позволил нам прорваться в космос, потому что сын доярки и кузнеца Юрий Алексеевич Гагарин смог увидеть вершины космоса, а Королев смог с помощью Советской Системы разработать этот полет. Наша страна, Союз Советских Социалистических Республик, наша общая Родина была уникальной страной. По нашей модели, по нашей идеологии строили и строят до сих пор социализм половина планеты Земля. Соседний Китай уже вровень с экономикой США, а там правящая партия коммунистическая. Успешно строит социализм Корея, Куба, Вьетнам, Лаос, Латинская Америка. И только в России, как там вдова начинают себя сечь плетьми и ругать советское прошлое, каяться не понять перед кем, извиняться за наши победы, за то, что мы когда-то подрузили красный флаг над Рейстагом. Этого не сделали ни американцы, ни Британия, ни другие союзники. Это сделал советский солдат, это сделала советская система социалистическая. И перед кем нам извиняться? Перед теми, кто по-прежнему крушит все вокруг, устраивает войны империалистами США. Сегодня наши демократы во главе с премьером и остальными говорят о чем? У нас на Западе партнеры. Партнерами мы были с ними, когда был Советский Союз, потому что они с нами считались. А сейчас мы для них клиенты, а не партнеры. Россия дальше будет пресмокаться перед Западом, если к власти не придут сильные люди, если не придет коммунистическая партия, не будет восстановления Братского Союза. А вы видите, что фашисты вместе с либералами сегодня разваливают когда-то былую дружбу народов. Малобратская Украина пытается разрушить наш союз с Белоруссией. Это делают и в постсоветских пространствах. Но что странно, за лозунгами о демократии, за лозунгами о свободе стоят правые радикалы, фашисты, которые с калибрационистскими флагами, как в Белоруссии, как в Бандеровце на Украине, выходят. И прежде всего, когда приходят в власти, что они делают? Демократии устанавливают? Нет, они запрещают коммунистическую идеологию, устраивают декоммунизацию, рушат памятники Ленина. Почему? Задумайтесь, почему они делают это в первую очередь? Да потому что это не революции происходят там. Это происходят перевороты. Одни капиталисты приходят в другие капиталисты. И народ рано или поздно разочаруется. А в кого они начнут верить? Кому обращаться? Конечно, к коммунистам. Именно поэтому, когда либералы и фашисты приходят в власти, они первыми уничтожают коммунистов. Но, товарищи, сегодня наш поход, считайте, в 10 километров доказал, как бы нас ни хоронили чубайцы, гайдары и прочие, которые с 91-го года уже сами подохли давно, или которым прогулы на кладбище ставят, нашу идеологию не убить. Один пал встают молодые ребята и подхватывают наше красное знамя. Будущее за социализмом! Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Ура, товарищи! Ура! Слава товарищу Ленину! Ура! Ура! Слава товарищу Сталину! Ура! Ура! Да здравствует коммунистическая партия, организатор и вдохновитель наших побед! Ура! 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 Представитель годовщины Великого Октября! Этот день не просто означает для нас революцию, этот день означает для нас, что тогда, 103 года назад, все люди в России, все русские люди, люди-представители разных народов, представители разных социальных групп объединились для того, чтобы бороться с несправедливостью. Тогда у нас это получилось. Сегодня и каждый год, когда мы выходим в этот праздник единой колонной, маршем, когда мы идем по городу, когда нам гудят и нас поддерживают, мы знаем, мы едины. Каждый раз, когда мы выходим вместе, мы напоминаем себе и окружающим, что мы всегда сможем сплотиться для того, чтобы снова одержать победу над этой коррумпированной, жестокой, прорвавшейся либеральной властью. Ура, товарищи! Ура! Я уверен, что несмотря на все козни наших противников, несмотря на то, как народ нашей страны обманывают, несмотря на то, как этот народ загоняют в нищету, этот народ опять объединиться для того, чтобы опять победить. Ура! Ура! С праздником, товарищи! Дорогие друзья, жители и гости нашего замечательного города, столицы Дальнего Востока, Владивостока, хотелось бы вначале подчеркнуть следующую мысль. 103 года назад наши предки действительно сделали великое дело. Именно наша Великая Октябрьская социалистическая революция показала тот путь, к которому стремятся сегодня все народы нашей большой планеты Земля. К сожалению, то, что произошло в последние годы, делаем вывод следующий, что нам с вами предстоит такая же борьба и такой же путь, который сделали наши предки 103 года назад. Ибо к власти сегодня пришли предатели и перевертыши. Так же, как помните, в 20-е годы, годы гражданской войны на территории Приморья, она продлилась 5 лет, и тот памятник, который стоит на центральной площади, борцам за власть Советов, там как раз 5 ступеней для молодых, говорю, 5 лет гражданской войны. 25 октября последний интервент сбежал. Были и японцы, и американцы, и англичане, и кого только не было. Но тогда они с оружием в руках пришли и хотели нашу землю взять под свой контроль. А сегодня господин Путин подписал 473-й федеральный закон, по которому можно, вдумайтесь в это, 60% отдать земли иностранцам на 70 лет с последующей пролонгацией и возможной продажей. И это делается. Как назвать такие действия президента и его окружения? Как не предательством национальных интересов нашей великой Родины. Поэтому наша задача, задача коммунистов, офицеров, патриотов, первое, донести до людей. Я уверяю вас, нас здесь крайне мало. Но ведь большинство сегодня действительно понимает и начинает соображать, что они потеряли, когда пришли к власти эти предатели и перевертыши, начиная с Горбачева, Ельцина и Путина. Я хочу подчеркнуть, что советские офицеры в 2011 году провели военный трибунал над Путиным, где признали, что он предатель государственной измене и не достоин занимать ни одного поста в государстве, не говоря уже о высшем посту, на котором он сегодня находится. Поэтому я обращаюсь сегодня и к коммунистам, и к офицерам. Мы должны поднять красное знамя не только здесь и сейчас. Мы должны его поднять над Кремлем. Мы должны сделать все возможное, что от нас с вами зависит, чтобы предателей не было во власти. Чтобы они дальше не продавали ни нашу землю, ни наши ресурсы, как это делается сегодня. Когда вам говорят, что в бюджете денег нет, не верьте. Денег достаточно. В золотых кубышках три бюджета лежит. Но эти денежки почему-то держат и не хотят пускать в оборот. Часть денег под нулевой процент отдают американцам. Под нулевой процент, думайте, часть денег держат, так сказать, в фонде. Но дальше этого же не идет. Если бы правительство в лице Путина, Мишустиных и прочих друзей, народов в кавычках, заботились о благе ветеранов, наших детей, рабочих, они бы эти деньги пустили в промышленность, в сельское хозяйство, они бы повысили пенсии, они урызяли сегодня бюджет, как это делают на уровне федеральном, и бюджет имеет дырку в пять с лишним триллионов. Так и у нас в крае больше 25 миллиардов дырка в бюджете. Что денег нет, говорят? Врут, не верьте. Ни Кожемякам не верьте, ни Путинам. Это обман. Поэтому мы с вами сегодня и здесь должны дать клятву тем, кто нас будет видеть, что мы сделаем все, что можем, и даже если не можем, в ущерб своим семьям, в ущерб, может быть, личным каким-то делам. Но мы должны поднять на борьбу весь наш народ. А для этого есть следующий путь. Как нам провести форум патриотов? Предлагаю. Первый шаг во всех деревнях, в районах, в городе, в каждом микрорайоне мы проводим сходы жителей. В повестке дня два вопроса. Первый. Выборы органа народного самоуправления. Как вы его назовете, это ваше право. Комитет, совет, как угодно. Второй вопрос. Выборы делегата на вышестоящий форум. Следующий этап. Второй. Проведение форумов в городах и районах. Следующий этап. Краевой форум, областной, республиканский. И последний, завершающий этап. Это Всероссийский форум патриотов, где мы изберем Координационный совет. Вот путь, который я предлагаю. И надеюсь, вы меня поддержите. Другого не дано. В завершение хочу от имени нашего Союза Советских Офицеров движения в поддержку армии, оборонной промышленности, войны, науки поздравить вас с великой годовщиной 103-й Октябрьской социалистической революции. Правда за нами. Значит, и победа тоже будет за нами. Ура, товарищи! Дорогие друзья, товарищи! Сегодня тут некоторые раздаются голоса, что нас немного, нас мало. Нет, с этим нельзя согласиться. Нас много. Еще нет такой площади, которая бы собрала всех тех, кто относится к Великому Октябрю, к этому красному знамени, который сегодня пронесли мы через весь город, как к звезде, как к символу равенства, счастья народа. Сегодня я могу сказать, что я счастливый человек. Мое пионерское детство и комсомольское проходило под наставничеством тех людей, которые вершили социалистическую революцию. Я назову фамилией. Аллилуйя! Алексей Степанович, организатора рабочего движения, который был послан сюда, Приморский край, для организации рабочего движения. Это Мишков, командир партизанского отряда, баянов и сотни других, которых нет с нами. Но они здесь присутствуют. Они сегодня на нас смотрят, когда мы проходили мимо памятника борцам с ОЛЭС Советом на Дальнем Востоке, с Пьедесталом. Но они живые, и дело их живет, оно с нами. Я счастлив, что моя комсомольская юность проходила под наставничеством тех, кто это знамя, знамя победы, вершил в годы Великой Отечественной войны, добился этой победы. Я назову две фамилии. Герой Советского Союза Соболев Дмитрий Филиппович. Я назову другую фамилию. Бондаренко Дмитрий Филиппович, полный кавалент Ордена Славы. И целое поколение людей, которые сегодня с нами, и их дело, дело наше. И это дело передано сегодня нынешнему поколению. Я горжусь тем, что сегодня могу говорить от имени тех, кто в годы 90-е, несмотря на предательство, посылы на стремление разорвать на части нашу экономику, наш Советский Союз не поддался ни на какие посылы. Он выходил, организуя забастовочные комитеты, выходил на перекрытие трасс, призывая Ельцина заставляя его лечь на рельсы. Это была рельсовая война. Да, силы были неравные. Не удалось остановить прихватизацию. Наша промышленность, наше народное хозяйство было растащено по карманам. Но сегодня их дело живет. Они были бы с нами, кто мог, оставшиеся в живых и сегодня присутствующие на площади. Сегодня, что нам показывает нынешнее пандемическое время, коронавирусное проклятое время. Оно показывает, что кризис капитализма всеобъемлющ. Он глубок. И ничто его уже не спасет. Сегодня он бросает вызовы народам быть вместе, организованно всей беде сопротивляться. Что на это отвечает капитал? Отвечает вот той демократия, которую сегодня демонстрирует Америка на грани гражданской войны, развязав эти, так сказать, выборы и показуху американской демократии. Вот что несет нам капитализм в войны, несчастье и что тут встает полный рост звезда октября, которая показала и в 20-е годы столетия прошлого и в 40-е, что это объединение рабочих, крестьян, интеллигенции может вывести страну из кризиса к миру. И мир весь к миру. Только надо объединившись, организовавшись на системы общественных советов снизу до верфи, организовавшись дружество наций и народов, можно добиться мира. И показала нам Великая Отечественная война и победа в ней, что вот он выход к миру. На 50 с лишним лет была отсрочена угроза мировой войны. И вот она снова нависла над нами. Но Октябрьская революция показала, что сила за содружеством наций на основе советов снизу доверку, что это не только дорога к миру, но это дорога и к мирам, цивилизациям, которая находится за пределы нашей земли. И эта звезда прогресса, она никогда не погаснет на склоне человеческой цивилизации. Только мир, только наша победа, только объединение рабочих крестьян может привести к победе. Да здравствует социализм, да здравствует Великая Октябрьская революция, да здравствует знамя Великого Октября. Победа будет за нами. Ура! 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 Дорогие друзья, все, о чем мы сегодня говорим, и вся 103-летняя история Великой Октябрьской революции, и задолго до Октябрьской революции, все, вся эта история и СССР, и России, она связана с именем Владимира Ильича Ленина. У себя на округе, это округ номер 14, мы провели ревизию, как нынешние власти содержат памятники советского периода. Например, со скульптором Барсеговым мы посмотрели, как это в Чугуевке, и получается, что если памятник, который создал Барсегов Александру Фадееву у мемориального музея сохраняется хорошо, памятник погибшим в Великой Отечественной войне также, но массовое захоронение расстрелянных партизан рядом с администрацией района находится в плачевном состоянии. Более того, два года назад администрация сляпала заключение о том, что памятник на центральной площади района, районного центра Владимиру Ильичу Ленину опасен, потому что он пошел трещинами и огородили его и пытались снести, но совместная работа Совета ветеранов района вместе с коммунистами и мы как депутаты подключились, мы сохранили пока этот памятник и уже туда направили скульптора из города Арсеньева, который сказал, что берется за то, чтобы сохранить этот памятник и отреставрировать. Точно так же да, кстати, я хочу сказать, что Краевой комитет КПРФ, первый секретарь Долгачев поддержали наше начинание сохранить памятник Ленину в Чагуевке и пообещали помочь финансами. Буквально на днях мы откроем уже фактически восстановленный памятник Владимиру Ильичу Ленину на Сысоевке, там, где есть гарнизон военный у дома офицеров Советской Армии. Его тоже хотели убрать в связи с реконструкцией, но ветераны, коммунисты, депутат Тюкерев, член нашей фракции, собрали деньги и мы сохранили этот памятник и он будет жить. Также мы будем решать вопросы по памятнику Ленинскому комсомолу 50-летию к 50-летию Ленинского комсомола в том же поселке Чугуевка, который находится сейчас за забором и это, как говорится, строящийся объект церковь. Вот буквально парадокса нарочно не придумаешь. Строят церковь на памятник значит мемориал Ленинскому комсомолу за забором. Но мы договорились с главой, я с ним разговаривал на прошлой неделе. Значит, раз уж они взялись за церковь, пусть тогда перенесут памятник Ленинскому комсомолу и это место найдено, я надеюсь, в будущем году это будет сделано. Поэтому я предлагаю товарищи и во Владивостоке и в других населенных пунктах провести ревизию памятникам советского периода и здесь, как говорится, ни шагу назад все памятники должны быть защищены и сохранены. Потому что это наша история, потому что стоит только один раз допустить и оно покатится так, как это случается сейчас в странах Европы и на Украине. И еще я хотел бы, дорогие друзья, поздравить всех вас с наступающим столетним евреем комсомола Приморья. Завтра сто лет комсомола Приморья. Праздник вас, дорогие товарищи, так же, как и с днем Великого Октября. Ура, товарищи! Товарищи, Карл Варкс писал, что нет такого преступления, на которое не пошел бы крупный капитал ради получения 300% прибыли. Мы же КПРФ всегда стояли и стоим на интересах людей. Интересы людей для нас всегда были выше, чем интересы капитала. Недавно мы смогли, благодаря моему помощнику Юрию Кучину, благодаря запросам депутатским, мы отменили, добились отмены разрешения на строительство вот здесь на Гомарника, 24-этажного Человейника, который пытались впихнуть точечно жилой застройки. Сейчас подобная ситуация происходит у нас в городе на улице Красного Знамени дом 30 рядышком вокруг, когда на небольшой участок пытаются точно впихнуть два более чем 20-этажных дома. Мы поддерживаем людей, которые остаются, их никто не спрашивает, без их ведома, без вообще слушаний отдают землю их двор и на нем приходит застройщик и им под окнами строят очередной человек. На самом деле, да, надо город преобразовывать, да, надо строить новое жилю, но нельзя при этом наплевательски относиться к людям. Если вы хотите у людей изымать землю, если вы хотите на их месте строить, то, пожалуйста, предоставляйте людям адекватное для того, что они теряют, а не запихивать их по гостинкам, как у нас происходило очень много, у меня очень много обращений присоединиться моста на Чуркинского моста. Поэтому, пожалуйста, как вас зовут? Анастасия Слово. Всем здравствуйте! Мы представители Куперовой пати, раскладка между Игнатом и Дальпрессом. Лаковый кусок в центре города приглянулся кому-то и на нас распространили, наложили так называемую зону комплексно-устойчивое развитие территории. Статья 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации предполагает, что эту зону можно наложить на земли, застроенные строениями под четырем пунктам. Мы не подходим ни под один из этих пунктов, но администрации посчитали, что мы являемся лаковым куском и посчитали возможным по инициативе администрации без проведения общественных слушаний назначить на нас эту зону. Зона комплекса на точечном развитии территории в принципе предназначена для того, чтобы благоустроить, так сказать, город, чтобы не было вот этой точечной застройки, чтобы планировка была едина, чтобы были инфраструктуры, и развязки, и дороги, и как бы все. Но, как мы знаем из практики, все плохое заканчивается известным местом. Мы видели, как строилась парковка в центре города и многие другие объекты. То же самое ждет и нас. Кому-то глянулся лаковый кусок через дорогу. Там будет лаком с двухэтажным домом. Мы находимся через дорогу, там будет 24-этажный дом и 17-этажный торговый центр. У нас на Авроровской, рядом с Авроровской, 17, то же самое застройщик, строится сейчас 3-15-этажных строения. Не решены вопросы ни с транспортом, ни с дорогами, ни с парковками, ни с детскими санитами, ни с зонами отдыха. Если у города есть желание расширяться, то почему бы не зайти в те места, которые действительно открыты и свободны отправят в дизайне третьих лиц. Здравствуйте, товарищи! С праздником! Товарищи, нам пытаются сейчас навязать какой-то новый праздник, День Единства, День Народовластия, который отмечается, причем история этого праздника такова, что пришел какой-то князь, взял денег у народа и за деньги народа выгнал каких-то плохих людей из Кремля. И снова пришло, пришло, сам стал отправить. Но через 300 лет народ понял, что не надо не давать никому деньги, нужно просто объединиться и взять и выгнать этих же плохих людей из Кремля и взять в масть свои руки. Вот это настоящий День Народного Единства. Этот праздник, 103 года назад, который произошла революция, это нам с вами сегодня, руководство к действию, нам, молодежи, вам, старшему поколению, должны нас научить, показать. И вместе мы должны с вами объединяться и бороться, бороться за наши права, отстаивать наши права. С праздником, дорогие товарищи, с Днем Великой Социалистической Октябрьской Революции. Спасибо. Товарищи, слово представляется еще одному нашему стороннику КПРФ, волонтеру Движения Чистый Берег, Александру. Добрый день, меня зовут Александр. Я один из тех людей, кто недовольный властью. Не только властью, но и теми, кто ничего не делает. Я же ранее извиняюсь за мою речь, так как у меня была травма, я был пролезон. У меня есть мечта. Я хочу, чтобы там, где я живу, была чистая вода, зеленая дверь, ровная дорога, доступная медицина, чтобы наши дети получали достойное образование. чтобы жизнь была лучше, чем сейчас. Я думаю, вы многие этого хотите. Мы волонтеры, активисты, Чистый Берег, по отцепке Трудовом. Сегодня мы уже своими стимулистами поставили кочели на берегу, поставили лавочки, садьем деревья, повешали души, туник, брусья. Сейчас многие люди самоустранили стать общественной жизнью. Они ни в что не верят. это полномерная и целенаправильная политика нашего государства. Давайте объединяться. Действительная сила, народная сила и все в наших руках. Благодарю за подготовку Радика Шарапова. Мне все. А сейчас завершающее слово предоставляется нашему молодому комсомолу Артуру. Здравствуйте, товарищи. Сегодня колоссальная дата, колоссальное число лет прошло со дня Великой Октябрьской сессии революции. 103 года, представьте. Но при всей торжественности этот праздник накладывает и грустно. Осадок. Осадок, что мы потеряли что-то, что некогда было великим. Знаете, вот бытует такое мнение, что коммунизм это что-то для людей постарше. Люди, которые смотрят назад, оглядываются и вспоминают, как же было хорошо. Вглядитесь в эти лица нас молодых в половину. Посмотрите, вы все молодые. Почему? Потому что мы шли 10 километров в эти из центра. Ты идешь по тротуару, он разбит. Ты едешь по этой же дороге на машине, все разбито, все в катакомбах, ты не можешь нормально ехать, ты не можешь перемещаться по этому городу. Ты приходишь на выборы, ты хочешь, чтобы твой голос что-то решил, он ничего не решает. Ничего. Ты хочешь, чтобы ты пришел и тебя вылечили врачи. Вас не вылечат. Сейчас коронавирус вас не вылечит, вы будете ждать врача 5 дней, вы будете ждать результат анализа, чтобы узнать, что у вас ковид, две недели. Вы хотите, чтобы ваших детей учили в школах, их не выучат в школах, хорошо, как раньше. Вы ничего этого не получите. И это все знает молодежь. Мы ничего из этого не получаем, ничего из того, что должны получать. Поэтому мы здесь стоим, поэтому мы коммунисты, поэтому мы комсомольцы. Спасибо вам. Поддерживайте нас, мы до конца идем по этому пути. Спасибо. Молодец! Ура! Ленин, партия, концов, волк! Ленин, партия, концов, волк! Ура! Ура! Товарищи, позвольте резюмируть вступление о нашем торжественном собрании и заключить слово дать письковод Николаевне представить председателю Приморского отделения Всероссийского Женского Союза «Надежда России». Он влачает резолюцию нашего торжественного собрания. Резолюция собрания трудящихся Приморского края. Наши отцы и деды свершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Утвердилась советская власть. Началась борьба за социальную справедливость и свободу. Было покончено с веками угнетения несправедливости нищеты социальных бедствий. В ходе индустриализации коллективизации культурной революции была отстроена великая держава. Из России безграмотной лампадой выросла Россия электрическая атомная космическая с поголовно грамотным населением и передовой наукой. В течение десяти лет была ликвидирована безработица. Образование бесплатное, медицина бесплатная, квартиры бесплатные, общедоступные музеи, театры, курорты, санатории, всеобщее пенсионное обеспечение. Не справившись с трудностями развития, опасаясь ответственности за них, Крика во главе с Горбачевым и Ельциным предали советскую власть, пошли на уступки империализму, был разрушен СССР, ликвидирована народная власть, отброшены социальные завоевания социализма, в России возродился капитализм, а вместе с ним пришли кризисы, падение экономики, социальное расслоение, нищета, 20 миллионов российских граждан и бедность 40 миллионов. Несчета, бедность и безработица, позор правительства либералов, пандемия коронавируса результат легкомыслия и оптимизации медицины. Наше Приморье из индустриально развитого самодостаточного региона превратилось в депрессивный анклаб российской периферии. Выход из тяжкого кризиса, смена социально-экономического курса, утверждение правительства народного доверия. Наше собрание требует долой диктатуру оригартов и чиновников, вернуть власть трудовому народу, великому октябрю, статус национального праздника, возродить социальное завоевание советской державы, обеспечить людям труда достойную жизнь, остановить рост тарифов ЖКХ, ввести прогрессивный налог, провести национализацию стратегических отраслей экономики, утвердить доступное образование и медицину для всех, отменить трехдневное голосование на пеньках, требуем наказать фальсификаторов выбора. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Ура, товарищи! Ура! 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 Товарищи, предлагаю считать наше торжественное собрание закрытым. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем тем, кто прошел сегодня маршем, кто пронес красное знамя 10 километров от Пушкинской до молодежи. Спасибо всем! Дорогие товарищи, разрешите воспользоваться нашим собранием сегодняшним и получить медали нашим бойцам за интересы трудового народа, медалью за вознаменование 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина награждается Кинеева, Зинаида Ильинична. медалью вознаменование юбилея Великой Октябрьской социалистической революции награждается Захаренко Валентина Валентина Спасибо! Ура, товарищи! Аплядься, сметнется вот-вот человек такую скульптуру как и надо.